Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр. Сегодня я вам расскажу об обновленной колясочке от компании Baby Design. Моделька называется Look. Это версия 2021 года. Вот здесь немножечко ее видоизменили, поменяли колеса. И, соответственно, хочу вам о ней рассказать, потому что обновления пошли ей реально на пользу. Это, замечу, очень популярная коляска. Она очень хорошо продается и завоевала такой свой клуб фанатов, скажем так, армию поклонников. Потому что цена-качество, соотношение у нее очень-очень хорошее. Двух словах характеристики напомню. Это польская компания. Один год производитель дает гарантию. Она не тяжелая, весит всего 9 килограмм. Вот. И предназначена для детей с 6 месяцев до 3 лет. Максимальный вес ребенка. Она выдерживает по документам 15 килограмм. Но, как показывает практика, и чуть потяжелее детей, она спокойно тоже вывозит. Но это лично, что я видел, это не заявление производителя. Вот. Ширина, кстати, колесной базы здесь 57 сантиметров. Вы в любой проемчик везде спокойно заедете. Так, давайте начнем ее изучать сверху вниз. Давайте с ручки начнем. Ручка, кстати, здесь обита очень приятной эко-кожей. Ручка толстая, с прострочечкой. Хват очень приятный. И видно, что это не какая-то дешманская эко-кожа, а хорошего качества. Тактильно приносит такое своего рода удовольствие. Вот. Поэтому с ручкой все хорошо. Ручка регулируется в достаточно широком диапазоне. И под любой рост можно здесь подобрать высоту. Что касается тканей. Ткани здесь тактильно абсолютно приятные. Не раздражают. Бывает, трогаешь такое себе. Здесь же все хорошо. И эта ткань себя хорошо зарекомендовала в других моделях, как долговечная и износостойкая. Двух-трехлетние коляски выглядят практически как новые, если их специально не убивать. В общем, с тканями все хорошо. Видим, что здесь у нас есть дополнительная секция, которая на замочке раскрывается. Но как закон, все ее открытое оставляют, чтобы козырек был больше. Дополнительная еще одна секция спереди есть у нас с окантовочкой, тоже с эко-кожей. Также есть у нас здесь на магнитике крышечка. И смотровое окошечко с москитной сеткой. Чтобы вы могли там заглянуть, посмотреть, что там и как ребенок. Давайте сразу заднюю часть посмотрим. Здесь у нас получается регулировка спинки осуществляется с помощью вот такой крутилочки. Нажимаем, опускаем. Здесь, кстати, сзади у нас есть большой глубокий кармашек. Вот эта секция у нас на липучке откидывается. И, соответственно, здесь можно как бы проветривать летом ребеночка. Фиксируется она вся плотненько на липучке. И задувать здесь сзади не будет. Кстати, угол наклона здесь получается, вот что мы сейчас видим, он, насколько я помню, 175 градусов. Это, вы видите, прекрасно для сна ребенка. Не 180, а 180 таких в колясках вы никогда не увидите. А сидячее положение, кстати, вот как поднимается. Просто крутим вот эту ручку, она стягивает ремни и поднимает у нас всю конструкцию. Вот здесь мы имеем 120, по-моему, градусов, да. А сейчас у нас здесь 120 градусов. Вот. Что касается самого сиденья, давайте быстренько пробежимся по сиденью. Как вы видите, здесь места куча. Точные, вообще детальные характеристики. Я внизу в описании к видео добавлю ссылочку на ферст баги, на первую коляску. И там вы пройдете. И вот такая вот там часть есть характеристики. И там все в сантиметрах, миллиметрах, граммах, все написано. В общем, спинка, она твердая, не гамак натянутый. Она очень высокая, достаточно мягкая, кстати. Что касается безопасности, пятиточные ремни везде. Мягкие накладки, паховая зона и плечевая, все хорошо. Также у нас здесь нормальная система откидывания бампера, как калиточка, чтобы вы могли удобно сажать ребенка. Бампер тоже в эко-кожа. В общем, ребенка здесь не обделили. Подножечка регулируемая, естественно. И нижняя часть подножки, она в такой прорезиненный материал, чтобы легко можно было все это почистить. В общем, сделали в этом плане все хорошо. Ступенечка, чтобы ножки можно было залазить, ребенку было удобно. Все это, естественно, есть. Так, давайте теперь посмотрим на основание. Рама у нас, естественно, металлическая. Сборка у коляски прекраснейшая. Я сейчас не рекламирую. Я вам говорю, как есть, потому что эти коляски хорошо себя зарекомендовали. Народ их очень любит. Кстати, накидочка в ножке, но я ее вам сейчас тоже покажу. Вернемся к ней. Рама металлическая. Сборка отличная. Кстати, то, что поменяли. Колеса здесь тоже новые. Раньше это был такой полупластмасса полиуретан. Они были достаточно жестковаты. Ну, относительно, конечно, смотря с чем сравнивать. Но сейчас резина стала приятнее ехать, дороже по ощущениям ехать и тише самое главное. И резина эта, она очень износостойкая. Двоих-троих детей вы откатаете и все будет с этими колесами в порядке. Передние колеса у нас, естественно, поворотные с возможностью блокировки, чтобы можно было какие-то неровности преодолевать. В общем, с основанием, с шасси здесь очень хорошо все. Тормоз нажимаем. Заблокировали. И еще раз нажимаем, разблокируем. Тормоз просто идеальный. Система, вы вообще не покорябываете свою обувь. Так, багажник. Багажник классический, нормальный, большой багажник. Единственное, у него не очень большой проем. То бишь, доступ в багажник. Вот что-то крупное, мячик какой-то. Сюда вот тяжело засунуть. Ну, куча всякой мелочевки. Вы сюда много можете накидать. И все это будет нормально себя чувствовать. Давайте посмотрим амортизацию. Что у нас здесь с амортизацией? Давим. Сейчас. Чтобы вам бильно было. Это сзади. Спереди. Ну, скажем так, по амортизации она здесь есть. Коляска нормально себя чувствует на такой нехорошей дороге, неровной. Но бывают коляски и помягче. В принципе, достаточно. Она такая, достаточно упругая, подзажатая. И это не как она плывет там на мягких, здоровых колесах с пружинами. Нет, такого нет. Достаточно для обычной городской эксплуатации. Амортизации здесь за глаза. Так, смотрите. Накидочка на ножки идет в комплекте. Она у нас большая. Полностью внахлёст одеваем ее на подножку. И вот таким образом у нас будет закрыт ребенок с бортиком. Здесь особо не поддувает. Она толстая, теплая. Естественно, это все с пропиткой. Они непромокаемые. Ну как, в итоге, если ливень и долго все там будет продолжаться, под дождем стоять, она промокнет. Но держит влагу достаточно долго. И она в комплекте, самое главное. Вы на нее тратиться не будете. Так, давайте теперь посмотрим, как эта колясочка у нас складывается. Да, дождевик еще в комплекте будет идти. Имейте в виду. Так, давайте посмотрим, как колясочка складывается. Потому что складывать нам часто приходится. И самоконструкция должна сделана быть хорошо. Чтобы сложить колясочку, нужно нажать вот здесь вот кнопочку. Нажимаем. И здесь под обивкой, под ребеночком, подвигаем кусочек обивки. И увидим здесь небольшой вот такой вот ремешок. За который нам нужно будет просто дернуть и потянуть вверх. Вот, собственно, вот так она у нас складывается. И я считаю, что это великолепная система складывания книжечки. Потому что полноразмерная большая колясочка. А в итоге получаем такую компактную конструкцию. Единственное, я бы не рекомендовал носить вот так за бампер. Лучше носить и за вот это вот, за ремешочек, за который вы дергаете для складывания. Он понадежнее. Чтобы раскрыть. Вот здесь вот фиксатор убираем. Он сам автоматически фиксируется. Все. И ставим на место. Так. Единственное, когда будете складывать, немножечко опустите слегка вот так вот спинку. Чтобы она сюда вот не загибалась. Когда складываем, она просто немножечко мешает. Вот так опустили, она легко складывается. Так, собственно, по большому счету, все, что хотел вам рассказать. Я вам рассказал, как по мне, и без того хорошая, классная колясочка стала еще лучше. Основное вот было, что не так. Это колеса. Колеса были шумноватые и жестковатые. Сейчас они это все поменяли. И она стала практически эталонной, на мой взгляд, за ту сумму, за которую она продается. Напоминаю, ссылка на нее в описании. Можете пройти на первую коляску и посмотреть. И в этом обзоре, если она вам понравилась, можете смело заказать. Или приходите в магазин первая коляска. У нас очень много магазинов. Опять же, на сайте можете увидеть все адреса. 11 магазинов по России. И если в обзоре понравилось, приходите, смотрите, выбирайте, убеждайтесь в тех словах, что я вам сейчас в обзоре сказал. И если вам понравился обзор, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь обязательно на канал. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора колясочки для вашего ребенка. Всего доброго.